Здесь у нас открыта презентация, а здесь мы что-то можем писать. Марина Унжакова с гордостью показывает недавнее приобретение 80-й гимназии и библиотеки, интерактивную доску. Она, сенсорные мониторы, также модульные столы появились здесь, когда библиотечный центр выиграл конкурс «Я считаю». Роль библиотекаря также меняется. Он становится консультантом для учащихся и педагогов в мире информационных технологий, помощником в создании информационных продуктов от обычных презентаций до интерактивных карт, игр. Уроки о библиотеке, они тоже проходят, в основном для учащихся младших классов стали интереснее. Правда, оказалось, что и сейчас школьники приходят в информационный центр не только из-за наличия современной техники. Общество развивается и появляется что-то новое, но все равно книги в бумажном переплете их не заменить. Ну, во-первых, это более удобно, это классика и более приятно читать книгу и смотреть по ней, чем в интернете. Это все равно не сравнится. Для меня приятно иногда ходить в библиотеку, брать книжки, которые мне интересны и читать их дома. Я люблю читать. Читаю детские рассказы, стихи читаю. Какой у тебя любимый писатель? Пушкин. Так что бумажная литература по-прежнему фаворит у читателей. Поток школьников в библиотечный центр меньше не становится. Конечно, без проблем не обходится, говорит Марина Унжакова. Обновление федеральных стандартов порой требует сменить одни, почти новые учебники на другие, поэтому внешне свежие книги отправляются в макулатуру. Но своей работой библиотекарь довольна. За 9 лет ни разу не было мысли уйти из гимназии. Зарплата библиотекаря, базовая часть, она, конечно, небольшая. Но если активно работать, участвовать в мероприятиях, участвовать в грантах, брать на себя дополнительную нагрузку в виде внеурочной работы, тогда есть возможность чуть-чуть ее добавить за счет стимулирующего фонда. Кстати, в школьной библиотеке 80-й гимназии есть еще одно место, а и Марина тоже занимается сама, аквариум, в котором уже 8 лет живут водоплавающие черепахи. Так что каждую перемену в библиотеку приходят дети, в том числе и на них посмотреть. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.